Обновился один из перекрестков хутора Трудобеликовского. Там стандартные устаревшие полосы зебры превратились в объемный 3D-рисунок. На место воплощения столь необычной идеи отправилась и наша съемочная группа. Вот такой необычный пешеходный переход появился в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Его нарисовали так, что проезжающим водителям кажется, будто переход витает в воздухе. Организаторами такой необычной акции стала славянская общественная организация «Мастер жизни». Когда мы задумались о том, сколько детей погибает на наших дорогах, а так как впереди лето и дети будут очень активно перемещаться по дорогам, пришла идея пешеходного перехода в 3D. Над воплощением идеи активисты работали на протяжении двух месяцев. Сначала нанесли стандартные белые полосы, ну а затем в дорожную игру вступил дизайнер. Конечно, это первый опыт, было много нюансов таких, мы их учли, было много недоработок. Это, скажем так, был первый опыт и дальше можно совершенствовать все. Новая разметка создает 3D-эффект или эффект искусственного возвышения. На самом же деле никаких препятствий нет. За долгие годы существования привычные полоски давно приелись и не всегда останавливают водителей. Нарушителей становится все больше. Поэтому привычная зебра должна уметь за себя постоять. Перед таким 3D-пешеходом даже шумахер притормозит. Разметка, изображенная в трехмерной проекции, на месте нерегулируемого пешеходного перехода привлечет внимание автомобилистов, которые не привыкли пропускать пешеходов, считает глава трудобеликовского сельского поселения Иван Блохин. Он и дал зелёный свет появлению безопасного пешеходного перехода вблизи 39-й сельской школы. Новый подход к пешеходным переходам. Он всегда интереснее, обращает внимание водителей уже на сам пешеходный переход. В Красноармейском районе данный переход первый и пока единственный в своём роде. Причём не только в этом районе, но и во всём Краснодарском крае. Чтобы воплотить эту необычную идею в жизнь, участники общественной организации «Мастер жизни» попросили поддержку в управлении ГИБДД. В нашем районе за текущий период 2015 года зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 пешехода погибло и 2 ранено. Соответственно, если данный пешеходный переход спасёт жизнь хотя бы одного участника дорожного движения либо сохранит ему здоровье, это уже будет плюс нашей деятельности. Мы боремся, конечно же, с тем, чтобы у нас на территории района было зарегистрировано как можно дорожно-транспортных происшествий. Я считаю, что начало положено. Пешеходные переходы посмотрят все районы и будут по ним ориентироваться. И точно так же в своих поселениях разрабатывать проекты и внедрять на инновационные технологии. Кроме того, участники общественной организации «Мастер жизни» провели флешмоб и акцию «Молодёжь за сохранность жизни на дорогах». Вот эту акцию мы проводим совместно с акцией, которая проводилась вчера в Москве «Цените детские жизни». Там собирались дети, которых именно травмировали на пешеходных переходах и создавали таким образом акцию и просили, чтобы водители были очень внимательны к таким ситуациям дорожным. Поэтому мы в преддверии этой же ситуации, этой акции проводим здесь, в Хуторе-Трудобеляковском. Надеемся, что другие города Краснодарского края нас поддержат и дадут также зелёный цвет, чтобы мы могли воплотить эту идею в жизнь. Школьники приняли активное участие в акции. По мнению ребят, водители, увидевшие парящую над землёй зебру, будут притормаживать, что может спасти человеческие жизни. Я считаю, что это очень круто, очень креативное решение таких немаловажных проблем. Мне кажется, уменьшится вероятность случаев ДТП. Появление таких пешеходных переходов позволит снизить трафик на дорогах. Если будет гибнуть меньше людей, если будет случаться меньше аварий, то дороги разгрузятся, станет легче передвижение по дорогам. В рамках акции «Молодёжь за сохранность жизни» волонтёры раздавали специальные листовки. Напоминали пешеходам о том, как правильно переходить дорогу. А водителей знакомили с новинкой. А то, мало ли, испугаются бетонных блоков на дороге. И ещё начнут по тротуарам ездить. Некоторые автолюбители новшество оценили сразу же. Конечно, очень удобно. Даже когда здесь полицейские положили пластиковый, то намного лучше стало. У меня у самого дочери школьницы. Объёмная зебра – новшество не только для Кубани, но и всей России. Идея перехода в формате 3D появилась лишь несколько лет назад. В 2011 году в городе Красноярске. С каждым годом таких необычных разметок на дорогах становится всё большим. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, программа «События». Вашим шариками улыбаемся! У-у-у! У-у-у! У-у-у!